Мы продолжаем вторую часть нашего занятия по статье к недельному разделу Нуах. Статья называется «И напомнила Земля Хамасом». Мы в прошлый раз прошли половину и начинаем с того места, где мы остановились. Я надеюсь, что мы сегодня это дело добьем. Можно краткое содержание в предыдущей серии? Сейчас я постараюсь тебе быстренько в памяти. Я вместе с тобой вспоминаю. Вся идея в том, что разбирается такой момент. За что был поток? Земля наполнилась Хамасом, правильно? Раши говорит «Хамас, Шаве, Гезель». Что это разбирает? Что такое Гезель? Гезель, грубо говоря, это такое воровство. Хотя есть мнение такое, что Хамасом как бы… То есть Рамхаль там проводил такую идею, приводилась о том, что вот именно как бы мелкие хищения и такие комбинации и всякие все, они разрушают социальную ткань. Вмечая даже того, что человек, например, Ханан Парад приводит, видимо, это случай связан с Израилем. Человек, например, крадет, в кавычках, либо нет служебное время, если он там недобросовестно относится. Или даже занимается лицовой. Например, там это яд себя, например, килем накладывает, вместо того, чтобы работать. Но за исключением этого всякие мелкие вещи, они не очень на виду, но с другой стороны они разрушают общую ткань. Но этого недостаточно. И тогда начинается вопрос, а все-таки что такое в Хамасе? Почему? Потому что если все-таки все это принять, сказать, что Гезель – это плохо, и пятое-десятое. Но как бы в каждом поколении есть достаточно этих самых Гезлонимых Гезеля. Почему это именно было про потоп? Поэтому как бы это не отбивает. Последнее, что здесь приводили, что вот я вам сейчас, секундочку, я включу этот самый карандаш. Вот последнее – это был Рамбан, который говорил, что это митцва мускелет. В смысле, митцва про Гезель. Почему она мускелет? Почему она мускелет? Потому что это очевидно и понятно, что это не надо делать. То есть для того, чтобы человеку знать, что не надо как бы воровать, для этого не нужно ни пророка, ни Всевышнего. Это как бы и так, это понятно. И поэтому, если человек как бы это ворует, вот у нас конец был такой. То есть говоря, это плохо как бы небесам. Плохо человеку, потому что, ну если человек ворует, он потом тоже будет воровать, и как бы хорошо это не кончится. Вот последняя фраза, я так это коротко сказал, да? Подожди, последняя фраза была про то, что Хамас – это не только воровство, а это еще похищение людей. Это был торгом Онкилуса о том, что это похищение. Да, правильно, очень хорошо. Хамас – это вот слово «похищение», как оно звучит. Да, правильно, хорошо. Вот еще приводился Онкилус, это очень интересно. Он просто написал Хатуйфин. Да, Хамас – Хатуйфин. То есть просто вот на тему дня, а тем более мы это читали где-то неделю назад, это было совсем на тему, да? То есть Хамас – это имеется… Онкилус, говоришь, Хамас – Хатуйфин. Причем Хатуйфин, он имеет в виду, что это Хатуйфинное как бы похищение людей с тем, чтобы что-то с ними потом делать, либо как бы за деньги как бы выкупать, да? Окей? Ну, хорошо. Перед потопом, там они сказали, там было приведено тех, что перед потопом были какие-то существа, которые называются сынами Всевышнего, то ли это ангелы, то ли какие-то… Ну, да, Нейлорин, да. Были такие высокопоставные людей, которые… Они там воровали то ли девушек, каких-то девушек. Которые крали невесты из-под хупы. Это тоже на ту тему, что это вот как бы связано с тем, что Лиза Хатуйфин… Но опять же, заключая вот эту преамбулу, этого всего недостаточно. Потому что все это все-таки написано. Почему? Потому что это непонятно. Гораздо было более понятно, если бы причина, из-за которой был произведен потоп, Это была, например, одна из трех заповедей, но которые в рамке как бы заповедей, нарушений, но считаются самыми крутыми, да, про которых сказано «будет убит, но не приступит». Ярехвы Бальяву, это известно, да. Это Швихуддамим, это Иглопоклонство, Абудазара, а потом, ну, более диван, тогда нас, Швихуддамим и Гилуэрае. Ну, как бы, разрадство, развратство, разврат и Швихуддамим, троупролитие. Почему-то странно, странно, что они не упоминаются, упоминается им этот Хамас. И тогда все-таки нам приходится как бы разбирать, а что такого в этом Хамасе, так пытаются как бы доказать Ханамбарад, то бы все-таки из-за этого была оправдана как бы земля. Окей, тем более, там еще такая штука была, сейчас не будем далеко до этого ходить, но вот сама фраза «и наполнилась земля», то есть, в начале не написано, как люди стали повсеместно убивать друг друга. А вот то, что земля наполнилась, это какая-то как бы связь такая, что это полное разрушение через человека и как бы социальных отношений общества. Ну, и кроме того, вся земля, она просто развращается. И поэтому надо было смыть все с земли. Ну, вот как бы более-менее, как бы такая преамбулка. Хорошо? Окей. Ну, хорошо, Лёнь, а ты можешь начинать? Давай. Ну, конечно, мигазель, лерцог. Если мы рассмотрим, как появляется слово «Хамас» в Торе, то мы обнаружим, что оно имеет довольно широкое понимание, которое не сводится именно к воровству Гэнзель только, а включает такие широкие понятия зла человеческого, включая, как «безуй» – это… Ну, «безуй» – это грабеж. Это мародерство. Разное объяснение. Грабеж можно тоже по-разному сказать, но «безуй» – да. Наверное, мародерство. Ну, мародерство, да. Правильно, мародерство. Унижение – то, что называется буллинг. Типа по-теперечному. Ложь и низость, и даже кролитие. Правильно. Всем понятно вот эта вот длинная фраза? Есть какие-то слова, которые непонятны? Ну, дамы молчат, значит, все понятно. Да, молчат, значит, норм. Ну, так, чтобы поинтереснее было, в современном иврите, во-первых, все слова, которые вполне как бы… Во-первых, «уфа». «Уфа» в современном иврите – это вообще представление, типа театрального представления. От слова «нуфия» появляется, да. «Цым-цум» – это тоже очень понятно. С другой стороны, мы знаем, что не залезая в гемли ковалы, но одно из центральных понятий – это «цым-цум», как бы сжатие. Но вообще, «цым-цум» – это тоже просто сжимание. Ну, вот я занимаюсь фотографией, например, как на иврите будет диафрагма, так сказать. Кто-то знает? «Цым-цум»? Ну, кинтересно. «Цым-цум»? Ну, да. Потому что она не сжимается, не сжимается. «Цым-цум» – это «цым-цум». «Цым-цум» – да. «Цым-цум»? Я бы считал, что она должна быть в женском роде. Нет, «цым-цум». «Цым-цум» – это «минуток». Нет, «цым-цум» слыха. «Цым-цум» – тоже понятно, да. Слово «макив» – это тоже такое слово вполне распространяемое. То есть, как бы всеобъемлющее. Когда человек делает страховку на машину, то там в Израиле, во всяком случае, есть то, что называется «цадшлиши». То есть, это обязательно. Без этого нельзя выезжать на дорогу. Человек обязан сделать то, что гарантирует, что если он доставит, как-то сказать, ущерб третьей стране, то будут деньги, чтобы это заплатить. А кроме того, есть, что называется «бетух макив». Вот «макив» – это всеобъемлющее. Значит, совершенно не важно, что с твоей машиной произошло, кто виноват, что виноват, так и что, тебя полностью возмещают. Естественно, гораздо более дорога. Ну, как бы все. Окей, давай. Ну, хорошо, давай дальше. Давайте рассмотрим путем притчи. Примера? К примеру, я думаю, да. К примеру, да. Обращение, крик. Ну, закат даже больше, да. Крик, да. Призыв, наверное. Сары к Авраму вину. Да. Хамаси алекха, аннухи. Хамаси алекха. Хамаси или хамаси? Хамаси алекха, аннухи, нантатси, шубхатси, Бхакаха. Хамаси алекха. Ветереки арта вахал акаль. Акель, акель. Акель, бейне. Ну, вот. Хамаси алекха, не знаю. Ну, типа, ну, вот. Я написал, но это не я, там этот Талдов тоже так переводит. Обида моя на тебя. Ну, в общем, ты хамас на меня сделал. Да, я тебе привела свою наложницу, хакеха, ну, я не знаю, как перевести. Хакеха вообще хэк, хэк, это по-русски переводится в класс. Ты создал тебе. Ну, вот тут они русский перевод отдали в лон на тебе. Ну, в лон на тебе, да, в лон на тебе. И она забеременела, и акаль, ну, не знаю. Ну, я стал легкой в ее глазах. Да, да, я уменьшилась в ее глазах. Ну, да, ну, хорошо, окей. А вот, да, Аня, которая на Кабулу, да, ты можешь дальше? Смеха. Так, значит, так. Следующая фраза. Микра, Микра, Омер и Цара, и Авраам. И, как бы, ну, как бы, поэтому, поэтому отсюда, как бы, простое, простое... Не, просто по пшату, так говорят по пшату. По пшату, по-простому смыслу. По-простому смыслу слова, что говорит Цара Авраам. Ну, вообще, надо стараться Аям все-таки как-то говорить, да? Мы не можем, но вообще надо. Ла-ак. Ла-ак, хорошо. Калэфи, то есть... Нет, клапай, клапай. Лапай, хорошо, по отношению ко мне. Значит, попросту Цара говорит Аврааму. Хамас, то есть, что имеете в виду? Что это вот Агарь-наложница ведет себя... Да, то есть, опять, Хамас, это и Хамас Агарь по отношению ко мне. Можно сказать, унижение, которое... Унижение ведет себя неуважитель, БДРХ и Зельзуль. Зельзуль – это, типа, какое-то неуважение, насмешка. В общем, ну, как-то не уважает и смеется. В общем, как-то меня уважает. Так, Наскиф, так, Наскиф, Наскиф. Бехова Теха. Так, и еще... А, подожди, а мы перевели уже все? А Хамас Шибону Эгидара, вот этот Хамас, которым... Я очень близко к тексту перевожу. Хамас, которым Агарь ведет себя по отношению... Имейте в виду, я тебе только, мы только что и прочитали. А, окей, я-ка начать прослушал. БДРХ, Зельзуль, вы лак. Лак – это вообще насмешка. Насмешка, да. Имейте в виду, комасшем, имейте в виду... Даже не насмешка, это издевается, я сказал. По отношению ко мне издевательски, да. Ой, ребят, можно просьба по одному говорить. Когда вы говорите оба, это просто... Ну, смотри, мы не сидим один против другого, это так получается. Ну, что, один слышит, что говорит другой. Давайте кто-то один по очереди. Так прямо... Очень правильно, хорошо. Спасибо. Я тоже. Вот это вот нискав лаховатха. Нискав лаховатха. Ну, это такое, в общем... Вообще закуф – это когда человек в полный рост идет. Но когда нискав, то это имеется в виду записываться на мой счет. Понимаешь, что это как бы нискав лаховатха – это в отношении меня. То есть все это в отношении меня, но вот это нискав лаховатха. То есть это как бы... Это в отношении меня. Нет, я не согласна. Можно сказать? Пожалуйста, да. А, да-да, правильно, да, я ошибся. Да, ну, хорошо. Да-да-да. Ну, ладно, все, поправили, знаешь, поправляйтесь сами. Да, я посмотрел, я понимаю, нискав лаховатха – это означает «он на твоей совести». Да-да-да. Нискав лаховатха – это вот тоже даже, по-моему, финансовом деле, когда у человека он что-то тратит деньги, и вот его как бы хэшбон тоже написано «Нискав лаховатха». Значит, что ты как бы в минус. Да, здесь то же самое. Нискав лаховатха – это значит «на твоем счету». Правильно, правильно, правильно. Я ошибся. Окей. Ну, хова – это же долг. Да-да-да-да-да-да-да. И приписывает, это приписано к твоему долгу, к твоему счету. Ну, на твоем счету приписано к твоему долгу. На твоем счету лафиша атароэт альбуни вэшутэк. То есть, что ты видел, видел ты обиду мою и промолчал. Ну, да, только видит, настоящего видит. То есть, видит, ну, хорошо. То есть, то, что она смеется надо мной, меня унижает. Ну, да. И еще, к тому же, ко всему, ко всему, к этому, еще вдобавок, вот как-то долгу прибавляется еще то, что ты, а ты видел это, и ты промолчал. Ну, да. То есть, у нее основная претензия к Аврааму. Он говорит «Хамас, на тебе Хамас». Окей. И здесь вот отсюда смысл этого «Хамаса», этого «Хамаса» – это «Бизуй». то есть, какое-то унижение там, или что там такое, вот там грабежит. «Хамаса» – это даже презрение, презрение. Буль, да. «Хамаса» – это из каких-то текстов, там, не знаю, в Элим, допустим, это какое-то презрение или там, не знаю, не знаю, безоем по Зулу. Да, да. «Хамаса» – это, сейчас скажу, «Хамаса» – это как удешевление. Не-не-не, Зулат – это ближний. Зулат – это ближний. А, Зуль, точно есть еще вот такое слово. Точно. «Нижение ближнего» и «Рамеса» от кого-то. То есть, попирание получается его чисто. Да, вот «Рамеса» – это тоже сильное слово. «Лермоз» – это то, что вот «Хамаса» тоже делает, когда он там копытами кого-то топчет, не дай бог. Это «Рамеса». Ну и в смысле таком, ну, абстрактном, «Рамеса» от кого-то – это, да, это, ну, более-менее высокое слово. Унижение. Ну, это унижение, да, 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 это унижение. Окей, ну, хорошо, ну, давай, вот, ну, хорошо, еще вот эту цитату прочти, а потом все обещаем, окей. Так, «Кмокэн Ахамас Арегу», «Арегу», «Арегу», я думаю. «Арегу», «Гамбитуй лейдут шекер», «Кадиврейх Акатув». Правильно. Так, «Аль-Ташет Ядеха имреша льет» – это «Хамас». Это у нас цитата из книги «Шмот», это «Изап» ведь также от «Снук Мокэн» и также как «Хамас» – это также выражение лжесвидетельства. Правильно. По словам «Хамас» еще и имеется лжесвидетельство, как написано. И не протягивая руки, это вот перевод, не протягивая руки преступнику в этом самом, в его уже свидетельстве, в обмане. Правильно. Ну, как бы «Аль-Тишатэф Каула», то есть не кооперируйся с ним. Правильно. Ну хорошо, и последняя фраза. Я тоже не очень понял, что это такое «Хамас». Ну, в общем, «Хамас» – это лжесвидетельство. Это «Хамас» уже свидетель, а «Саид» какой-то «Саид Шекер» – это тоже какой-то. Я не знаю, что такое, но, в общем, идея то, что это лжесвидетельство. Окей, то есть мы поняли уже. То есть мы сейчас будем постараться. Ханан Парат, он приводит, старается привести, постарается привести примеры. А, там дальше вот еще. Да, где на «Хамас» навешивают все. Ну, как бы, навешивают, скажем, да. Все уже, чем дальше, тем больше. Ну да, то есть унижение было, уже свидетельство было. Идем дальше. Окей. Слуха. Вторая, вторая, Аня, да? А вы можете читать? Да, да, сейчас, только секунду. Только я прошу, Натан, вас остаться с микрофоном, остальных отключить. Не надо мне не помогать. Не это самое. Я просто предыдущим немножко не поняла. Это, наверное, Эд Хамас. Легаят Эд Хамас. Будучи свидетельством Хамаса. Или что? Перевод вот этот. И дальше вот по тергуму Анколоса там Эд Хамас, Сагир Шекер. Сагир, я просто пытаюсь сейчас быстренько найти, что такое Сагир. Нет, нет, давайте продолжим, не будем терять ответ. Нет, я не поняла, поэтому я возвращаюсь. Я не хотела вас перебивать, я хочу понять, что это такое. Что значит? Аня, ну мы сейчас не будем задерживаться на Анкелосе. Мы идею поняли, Беседер, тем более, что это слово, оно как бы не... Я не поняла, что такое Эд Хамас, Легаят. Это идея Эд Хамас, это уже свидетельство. Окей, слово Саид... Понятно, значит, Эд Хамас, все. Да, окей, это все было на тему уже свидетельства. Это-то свидетельство, окей. Мы читаем дальше. Аня, я не понял, мы читаем дальше. Я отключила микрофон, извините. Да-да, я начала читать, не могу понять, что-то, извините. Нет проблем, нет проблем. Зот ве од, иша Хамас, гу Адам га боге дебей што, кедеврей га наві маляхи, ве, у ве, у ве, ешет на урайх, аль явгід, ве, киса Хамас, аль левушо. Окей. И еще, значит, Хамасник, он человек, который, сейчас, сейчас, изменяет своей жене. По словам Малахи, пророка Малахи, жене, как бы, юности своей не предавай, жену юности своей не предавай, не изменяй. Не изменяй, в данном случае. Да, не изменяй. И киса это, значит, покрыл Хамас а-ля левушо на его одежду, непонятно. Ну, перевод такой, покрывает насилием Хамасом одежду свою. Ну, то есть, здесь идет, Хамас равняется прелюбодеянию. У нас было унижение, у нас было свидетельство, а теперь это прелюбодеяние. Окей. Это тоже, как одна из одежды Хамаса, как бы, одна из его. Ну, пророков это всегда, как бы, такие вот личные вещи, но, в общем, идея в том, что это, Хамас, Шаве равняется прелюбодеянию изменения жизни. Окей. Идем дальше? Да. Ума, лихоль, миста, бэр, ша, хамасник, гагузель, мавзэ. Мэвазэ. Ой, гагузель, о, мэвазэ. Мэшакэр, вэбэгээ, бэмэгэ, бэмэгэ, бэсофо, шэльдавар, гамлээ, шэхуд, дамин, кэээдут, хакатух, бэсоф, сэфэр, йоээль. Ну, цитату потом. И более того, выясняется, что хамасник, мало того, что он разбойничает и грабит, обманывает и предает или изменяет, в конечном счете он приходит и к кровопролитию, как свидетельствует написанное в конце книги Юэля. Правильно. И вот, наверное, цитата, да? Да, да. Мэцрим лэ шмама тие вээдом лэ мидбар шмама тие. Это сов или дальше? Мэхамас мэй бны егуда ашэр шавхудам нэкри бэ арцам. Вэниките дамам лёниките вэадунаэ шахэн бэ цион. Да, вот эта фраза, я помню, она где-то, наверное, написана. Это известная фраза. Никите дамам лэниките вэадунаэ. Так, значит, египтяне... Ну, здесь даже очень египтян. Да, вот дайте мне немножко подумать. Ну, сказал не так. Я не просил, пожалуйста. Я поправлюсь. Не торопитесь. Значит, ну, это фраза из истории, это понятно. Значит, египет, да будет предан шмама, это безлюдная пустыня, как пустыня будет, а эдом тоже безжизненной пустыни будет. Не хамас бны егуда. Тут непонятно. Из-за хамаса бны егуда. Они станут такими из-за хамаса бны егуда. А, это одна фраза, что ли? Да. Вот лучше бы одну фразу писать, она как продолжение строчки. Поэтому я вот здесь не поняла. Я думала, это... Я не могу сказать, что хамам парад, он не в этом мире. Бесадан. Это же педеф, это снятые смешки. Ну, давайте дальше. Он так раздевал, но это такое в его глазах. Ну, ладно. Из хамаса бны егуды, которые... А, это из колена бны егуда, которые проливали кровь. Да. Это накри, бер, там... А, наки. А, наки это ли аки? Это, извините меня... Я думаю, что здесь это так часто бывает. Наки в смысле без невинной. То есть это ала в данном случае вместо эй. То есть чистая или невинная. Своей, своей земли. Так, непонятно. Значит, хамаса... Я вам хочу сказать такую штуку. Я сейчас, одну секунду. Мы не ставим своей целью правильно заниматься разбором книгопророков. Потому что это сложные тексты, они внешне не а то. Поэтому здесь как бы идея такая, понять общий смысл. Потому что книги пророков – это гораздо более другой уровень, чем тем, которым мы занимаемся. Понимаете? Вот я хочу понять это предложение. Что-что? В общем, в смысле, я хочу понять это предложение. Ну, пожалуйста, написано Митсраим. Да не надо Митсраим. Вот Мехамас, Бнея, Иуда. Давайте мы как бы вместе, да? Правильно делаете. Вы не говорите, чем кто-то подсказывает. Окей? Идея тут как бы простая. Говорится о том, что с одной стороны Митсраим, а с другой стороны и дом. А не превращается во что-то плохое. Шмама, Митбар – это что-то незаселенное пустыня. Дальше. Слово «мэ» – это «из-за», «из-за Хамаса Бнея Иуды». Хамас в данном случае – это, можно понять, как за насилие над сынами иудейскими. Идея такая, что они насиловали «мэ Хамас Бнея Иуда», которые проливали, чью невинную кровь проливали они в стране их. Вот это такая идея с помощью комментариев и так дальше. Окей? Хорошо, а вот эта фраза «наки борцам» – это откуда? Это тоже из Юэля? Да-да-да, все эти строчки тут же написано. Вот здесь написано. Хорошо, я посмотрю. Потому что… 4 глава, 9, 19, 21. Да-да, я проверю. Хорошо. Хорошо. Все, спасибо. А, и я очистил их кровь, но я очистил их кровь, но не очистил. И Всевышний присутствует, как бы, поселен в Ционе. Да. Ну, это трудно понять. Давайте я сразу скажу перевод. Перевод такой. И отомщу, я закрою их, ищу их помещенную, и будет Господь обидать в Ционе. Окей? Да-да, правильно. Ну, как бы, общая идея, нам важно понять, как бы, мы занимаемся ивритом на примере Ханан-Парад. Общая идея в том, что здесь Хамас, теперь Шаве, Швиху, Дамин. И это, как бы, все одно из доказательств. Окей? Хорошо? Да. Да, можно еще, но давайте тогда, вот, напрочтите еще сколько-то. И, ну, это Лидамин, это... Честно говоря, это такое выражение. То мы, то мы, да. Я написал мы учимся. Это похоже на то, что... Я думаю, что мы учимся, все-таки, от слова Лельмод. Ну, да-да. А, Лемодим, Ломдим, да-да-да. Отсюда мы учим, что это путь Хамаса таков, что начинается с разбоя и грабежа, а заканчивается кровопролитием. Ну, да, заметьте, что вот здесь еще одно слово, то есть он приводит, как бы, синонимы всего того, что связано с, как-то сказать, нечестным присвоением имущества. Вот у нас был Гезель, правильно? А вот еще есть Ошек. Ошек это тоже, по-видимому, это различающие слова, но Ошек, Ошек, это тоже Лаошок, это человека... Но это желать. Не-не-не, это не Хэшек, ну, подожди, не Хэшек. Ошек это, мне кажется, что это в отличие от Гезель-Гезель, насколько я понимаю, это более брутальное отнимание. Например, карманник делает Гезель. Человек просто вор, грубо говоря. А вот Ошек это, когда человек, мне кажется, что это больше манипуляция и махинация. Мне кажется. Ну, что говоря, наоборот, эксплуатация и грабеж. Грабеж, да. То есть это невидимый такой, когда человек с ножом говорит, давай мне деньги или зарежу. А когда у человека, в общем, принуждает к тому, чтобы он ему, в общем, отдавал деньги каким-то не очень правильным путем. Ну, в общем, потому что это... А, ну да, да, ведь в словаре написано эксплуатация, грабеж. То есть это грабеж не тот с ножом в горло, а более хитроумным способом. Да, 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 да. Это слово упоминается в Торе, где говорится про отношение к бедному. Не отнимая у него последнюю одежду, там, и пятое-десятое. Я не знаю, нечем будет тебе платить. Ну, в общем, окей, беседа. И кончается тем, что шфихут дамин. Правильно? Окей, едем дальше. Дерах. Да, да. Дерах зо, дома, ляфли, ледарко, шел бен сорер у море, хаматхил бэгезэль ави в эмо, кדי лималэ от тават нэпшо, бэсофу шху мэлэсстэм, 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 эт габрийот, бэшофэхэт дамам, ад шээммру алав пахамин, бэмасэхэт цэнэдрин, бэн сорер у море, нэгэраг аль шэм софо. Я думаю, можно остановиться здесь. Да, отлично. Значит, этот путь удивительным образом похож на путь бэн сорер у море, это бунтующий непослушный сын от неправильной связи, который должен финал в презрении и по отношению к матери и отцу, воровстве, собственно говоря, это воровство. Ну, обкрадывал их, да, крадывал их. Чтобы, ну, как бы, удовлетворить свое душевное желание. Нет, тават на шоу, я здесь думаю, что это не в смысле душевное, а тават на шоу, это что требовало, чего вообще он хотел, что душа мать. Ну, свое желание, да, да. Ну, да. И в конце он, вот мы с Альтем, это я не понимаю. Мы Ластем, это Листем. Это Листем. Да, 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 это Филат Адеров. Листем, это тоже бандиты, это просто вооруженный грабеж. Человек стоит на перекрестке и грабит, проходит. Так, я просила всех выключить микрофон, а оставить только Натана, пожалуйста. Ну, ладно. Потому что, когда говорят двое, это очень тяжело. Мне тяжело, когда говорите вы, когда говорит еще кто-то. Мне достаточно одного послушать. Да, я не знаю, но у нас рамка, это в Евру. Понимаете? Мы не на допросе КПБ находимся. Ну, достаточно. Так, все, до свидания. Более дружелюбные. Окей? Так, все, нас покинули. Ну, хорошо, будем продать. Слушай, ну, так нельзя. Ну, послушайте. Извиняюсь, но так нельзя. Окей, ну, у нас идет запись, давайте продолжать. Хорошо. Где вас на вере? Высофоши у миластем. Миластем от слова Листем, правильно? Ну, да. В современном иврите такого нет, правильно? То есть, но в Филададерах есть эти самые. Не только. Слушай, это текст Ханан Папарата, или он кого-то... Нет, это он сейчас сам говорит, но он как бы... А вот почему он использует слово Элистим здесь? Подожди, потому что... Я тебе скажу, почему. Потому что он отправляет Бен Сурера-Муре, а Бен Сурера-Муре, про которого мы, по-моему, читали, там идея в том, что... Раши, по-моему, в комментарии говорит, что как бы он начинает с Гезеля, окончается тем, и вот там употребляется это слово. из тем, что он выходит на Парашат Драхим, и там он грабит этих самых. Окей? Угу. Ну, хорошо, давай. Ну, давай. Кровопролитие. Да. И как сказали о нем наши мудрецы, Шактати Сенкедрин, сын непокорный, его убивают за то, чем он... Его казнят за то, чем он кончит. Ну, да, я написал такое вот слово, по-моему, оно, может быть, ну, немножко не по интонации, но оно вполне... Превентивно убивает. Да, превентивно. Да, его убивают превентивно. Превентивно – это «Ольшем цофо». А вот вы понимаете? Ну, хорошо, давай перейдем, потому что вот сейчас начинает повисовываться логическая связь. Почему из-за Хамаса, который, ну, не очень понятно, почему из-за него, а не из-за более крутого, как Шелихуд Дамин, но почему из-за него был потоп? И вот это уже выстраивается, как бы, логика, да? «Ольшем цофо». Окей. Ну, Тора, как бы, предвидела «Софдо АТО», да, как бы, ну, конец его замысла. Да, чем он закончит, да? Да. Что он закончен кровопролитием, и поэтому вот тут превентивно вынесло ему приговор, прежде чем он совершит задуманное. Ну да, и вот это уже похоже... Да, и эта логика похожа на логика... Так можно объяснить. Мабуль, что не из-за конкретно Хамаса, но Хамас, как действие этого Бен Сурер Муре, они, как бы, себе включали потенциал вот такой разрушительный, поэтому превентивно. Точно так же это Хамас, который было доказано, что это и это, и это, и это, и это, и даже Шелихуд Дамин. Да? То не надо было задать Шелихуд Дамин, понятно, чем все это кончится. Ну, вот, как бы, по-моему, это такая логика. Окей? Ну, хорошо, ты можешь до конца этого... Я начитаю. Кшуеца Безе... Кшуеца Безе, если как. Кшуеца Безе, Кшуеца Безе, правильно. Нитан Ломар, Гам Аль Дора Мабуль. Правильно. Ну, из этого можно сказать и о поколении потом. Ну, это просто подобно. Подобно этому. Подобно. И Ерда Тора... Ерда? Да, Ерда Тора. Лесов даатам, ше метох Хамас, шел Гезель Брутали, ве хатифат анашим, а цитим гем, леагея ле Хамас, шел шфихуд дамим, ве леви, ве леви, ве леви, и кдима, ве хатма, за ардинам, аль Гезель, левны ше, тиштахат. Тишахат. 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 А ардс ле Халутин. Ну, опять, Тора предвидела их замыслы, и от того, что их не брутальный грабеж. Нет, я смотри, ше метох, это и начинается... Вот, вот, из-за... Из-за ихнего брутального грабежа, и воровства людей, они дойдут, ну, со временем дойдут до Хамас пролития крови, кровопролития, и поэтому предвидела и вынесла им приговор до того, как развратится земля окончательно. Ну да. Ну все, по-моему, как бы логика понятна. Окей? Логика понятна. Да, замечательно. Аня, ты можешь прочитать, это у нас как бы последний абзац остался. Хорошо. Так, ми хамас, вы хамас, то есть от хамаса, ну, такого библейского к хамасу арабскому. Ну да, то есть им только имеют в виду, что он это, он это написано где-то лет 10 назад, на самом деле, как минимум. То есть это не сегодня. Хамас тоже был художник. Может, уже был. Хамас, да, хамас будет. Миямим, 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 Одни древних, предшествующих к дням сегодняшних. Да. М Микре, Аим, слиха только Аим. Аим, Микре, у Аргун, Аргун, Атеррор. Не, 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 Амикре, Иргун, Иргун это организация. Иргун, я поняла, у меня написано, успокойтесь, все расписано. А, Иргун это террор. А, сейчас слово-то, Господи, помил. А, Мошехет бьет терр. Не, не, подожди, Мушхат, это обычный поэль в женском роде. Хорошо. А Мушхат бьет терр. А Мемела это Аретс Хамас. Мемале только, если я прошу, я извиняю, Мемале. Мемале это Аретс Хамас. Бахар, Ле, а Икра, Лешет Хамас. Ле Гикара, Ле Гикара, не фаль. Ну что, Икара. Разве случайно, что вот эта вот террористическая организация Амушехет бьет терр как бы наиболее развращенная или испорченная? Ну да, но здесь даже не столько развращенная, которая наполнила, наполнила всю землю этим самым Хамасом, выбрала себе название, выбрала себе имя Хамас. Ну вот да, сейчас будет некоторое юристическое арабинство, я не уверен, что это на эту тему, но окей, я не уверен, что это сто процентов, как бы так, но тем не менее, окей. Ну я думаю, я не верю Хамасом аппарату. Ну да, я не сколько, вы с радаром, очень хорошо. Да, ну хорошо, не можешь читать дальше. Ахана Мила, Хамас, это собственно аббревиатура. Так, Мурхевет. Мурхевет. Мурхевет, Мирушей, то вот, Шель, Амелим, Б, Б, Равит. Равит. Ахан следовательно, поэтому слово Хамас. Только слегка, Ахана действительно. Ну действительно, хорошо. Слово Хамас является аббревиатурой арабских слов. Харакат. Ну только не, а да, а слов правильно, молодец слов. Хорошо, я тебе скажу честно. Харакат аль мукавама аль асламия. Ну да. Харакат, я думаю, Харакат. Харак в Мурхеветах. Что такое? Что вы говорите? Харакат, мне кажется. Харакат. Ладно, ребят, мы арабский все-таки в следующий раз будем изучать. Я изучала арабский язык, я вам за это ручаюсь, совершенно точно. Так, Харакат, классно. Харакат – движение. Вот, движение сопротивления, совершение исламского сопротивления. Правильно. Тнуат, айтнагрут, 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 да, вот оно, движение сопротивления, исламского сопротивления. Ах, но, однако, лэмила хамас, бэйврит, еш, аймашмаут, мосефет, бэйпируша, а, сейчас скажу, итлагавут, вэлэхет, лад, лад, сейчас скажу, яцарим, 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 яцарим. Слово хамас, в арабском языке, есть дополнительный смысл, и он означает энтузиазм и такое страстное горение. Да, но даже итлагут, это даже, ну, понятно, что здесь не есть жазм, а вообще, ну, в смысле, вот такая жажда, имеется в виду жажда убийства, и все. В самом деле, то, что мы реально, то, что мы реально видели. Убийства там нет. Я посмотрела в словаре, в арабском, в смысле слова хамас, оно в смысле означает горение или энтузиазм, без всякого убийства. Ну, просто нормальный такой смысл, без таких там ничего такого. Ну, смотри, он 10 лет назад пытается, 10 лет назад пытается, ну, не пытается, а говорит то, что мы не все-таки глаза. Потому что, как бы, ну, если в нескольких фразах, то то, что произошло 7 октября, в глазах цивилизованного мира, это даже не просто убийство, это то, что немцы назвали варварство, кто-то назвал, что это вообще это какой-то дикий садизм, это то, что даже это, и поэтому вот это вот все, это все, это называется лаад. Лаад, это человек входит в некоторый рах, то, что по-русски называется. Вот раш, это хорошее слово. Лаад, ты знаешь, что такое? Лаад, лаад, это вообще пламя, правильно? А кроме того, лаад, это еще, я не знаю, как это связано, но лезвие бритвы тоже называется лаад. Да. Окей. И видишь, лаад, яцарим, то есть это вот, яцарим, это что-то, эти самые. Ну, страшные. Какой-то пыл, пыл такой, пыл, жар там, в общем, такой. Ну, больше, даже сильнее, даже сильнее. И впадает в раши, в общем, действительно. да. Окей. Окей. Так, давайте я вот этот абзац, прочитаю этот абзац, нет проблем. Нет проблем. По-честному. Нет проблем. Так. Энцорэх лэмик хакор клапэй ми никовэнет. Так. Господи. Вот тут атла, 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 я скажу, идлаготот, яцарим. Нет необходимости углубляться. Ну, да. Так сказать, в отношении, кого? В отношении, что за, что в отношении кого, в сторону кого направлено вот этот вот энтузиазм? Яцарим, подожди. Яцарим, а что такое яцарим? Яцарим – это снова яцарь, да? Яцарь – а, страсть, вот эта, а, страсть, вот эта вот страстная, это лохатот, лохатот, это лохатот, это энтузиазм, страстный энтузиазм, в сторону кого он направлен. Да. Итлаатут Итлаатут Это Итпаэль И зачастую вставляется Вот здесь вот этот А нет, слегка-слегка Это тут коренной Это вот снова от того, что было здесь Наверху Итлаатут Это все отсюда Ну ладно, лат это отгорение Итлаатут, это видимо от слова лат Воспылание Воспылание Дурных этих самых Но это все, в общем, стремление к убийству Когда человек входит в какой-то дикий фанатический раж Связанный с убийством и так дальше Окей И мековенет Камуван Клапыину Да Мегамата 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 Да Оно направлено, разумеется, к нам В нашу сторону На нас На нас И цель его Наша уничтожить И наша истерия Да, правильно Лашми дотан Это лашми дотэйм Кэфи Сейчас скажу слово Господи Шмо Шмой Господи Шмо Шэ А, шэ Монасахим 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 А дворим Бэймнот 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 А Монас А Монас Декларация Монас А Хамас Ашэр Мурсама 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 Бэшнат Вот это номер Годы В 1988 году Мукдар Мукдар Яадо Шэля Хамас Значит Без сомнений Его цель Это Соответственно Мы Тубиш Израиль Как это Сформулировано Декларацией Хамаса Опубликованной В 1988 Году И Там Определяется Его Значит Конечная цель Правильно Замечательно Вот только Яд Яд Это такое слово Которое Оно и в современном Виде тоже сильное То есть Есть по-видимому Есть разница Есть мотора Да А есть яд Вот мотора Мотора Это больше таргет А вот яд Яд Это вообще Тоже как мотора Но по-видимому Есть разница Я думаю Что мотора Это больше в тире Когда человек Стреляет в тире То перед ним Вешают эти мишени Эти мишени Называются мотора Да А вот яд Это цель По-видимому А как яд Да И то и другое цель Но если яд Это что-то более Долгосрочное Это что-то Долгосрочное Перспективное Называется яд А мотора Это может быть Такое Локальное В смысле Такси Ну да Это цель Цель как мишень Мотора Это мишень А вот Яд Это действительно цель То что по-русски называется Окей Ну хорошо Можешь читать дальше Так да Вот значит цитата Собственно Лэ шахрер Видимо Освобождение Видимо освобождение От палестин Мэ нохэхуд Ягодит Освобождение Палестина От присутствия евреев От еврейского присутствия Сильно Ага От чего-то там Вот это вот слово Мэ Мэ аям Просто от моря Мэ аям От моря Аданагар Ну да Имеется в виду Средиземное море И ярды Ну молодцы Лэ шмид Лэ шмид Эт мадинат Исраэль Вэ ливнот Тахтия Мадинат Тахте 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 Мадинат Галаха Исламит И значит Уничтожение Государства Израэля И построение На его месте Исламского Государства Да правильно Государства Шриата Что ты говоришь Да Да Государства Шриата Галаха Шриат Значит Исламского Шриата Не суть Вообще Вот это вот выражение Мэ аяма Аднаан Это Стандартное выражение При котором Человек Очень символической форме Как бы Не упоминать Упомянуть Всю землю Израиля Ну то есть За исключением Восточного берега Иордана Например я слышал Что Ну не слышал В новостях Было сказано Что В английском парламенте Вот они Хотят принять Такой закон Что демонстрация Ну кроме того Что они хотят Запредить палестинские флаги Не должно быть Транспарантов На которых написано Уничтожение Израиля Мэяма Аднаан Почему Почему Потому что Тогда Как бы В этом Дея в том Что это уничтожение Всего Израиля Не освобождение Территории И все Мэяма Аднаар Это как бы Вся территория Израиля Ну хорошо Это был Какой Окей Ну хорошо Лень Можешь читать Улам Почему В Моепьяны Шерет НОА Террор Зо Инам Медмецим Бум Мештетта Аидеологית Элла Бедеринки бедер 줬ны Ассага Ассага Агкшементра Агкшементра Ахклали Аклали 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 Рецкан Нашим Нашим Беттав Но признаки характеризуются не только ограничиваются. Не только идеологией, но и вместе с темой ее пути, ее реализации. Речь идет о теории, не о теории, а еще о правде, которая в чем выражается? В убийстве стариков, женщин и детей, актами убийства, смертниками, чтобы достичь рая и там получить 72 девственницы. Ну да, но опять же поразительно, что он писал это все-таки не меньше 10 лет назад. Да, и при этом он описывает то, что произошло в Черную Субботу. Ну хорошо, ну как мы тут разделим? Ну хорошо, прочти вот еще эти три. Я прочту две срочки, а потом мы разберемся. Ну хорошо, я читаю. В имру отворим, но халалвы... Халвы срак, есть такое выражение. Халвы срак, это без, как это по-русски, обиняков? Срак, ну типа без обиняков. Он тут типа вот прямо, прямо как есть. Ну прямой, да. Как есть. Да. Дорогие, там, мула, шел Хамас, и нам, ну, флот, мы эле... На флот? Да, да, да. Мы эле шел Амифланга, Анацет, и Макшмам, ближем, ближем в дель. Лавзель. Ближем Лавзель. Ближем Лавзель. Ближем Лавзель. А способы пропаганды движения Хамас не отличаются от нацистской пропаганды и Макшмам. И Макшмам, да. Да, и Макшмам. Ближем Лавзель, так. Ну, ближем Лавзель. Монайка чуть-чуть выше, у меня не видно. Можешь поднять экран повыше? На самом деле кончается сейчас, подожди. Ну, вот так. Ну, вот так. Ну, вот так. И чтоф... И чтофу... И чтофу... Чего? И чтофу... И чтофу... И чтофу, да. Это очень важно то, что он сейчас говорит. Да, это просто вот директивы сегодняшнего дня, какие цели военной операции, либо войны, которую ведет Израиль, вот здесь буквально это все написано, это было, опять же, 10-15 лет назад. Что-то как-то у тебя пропадает, или это интернет, голос как-то хуже стал. Поэтому, как бы перевести, я не знаю, слушай, по-моему, по-моему. Хэн Руя, это Хамас, поэтому заслуживала вот это переведение Хамас. Я пошел как Раая. Реуя, я тоже так говорю, Рауя, да. Переведи, я что-то теряюсь. Вот это здесь. Ну да. Которая привела потоп. Да, да. Пришел потоп и смыл их. Заслужила она, чтобы ее... Заслужила она потопить. Поэтому Творец Миров учит нас в главе ног, что не будет еще одного потопа на земле. И вместо этого на нас возложена задача, миссия, на все человечество стереть, да... Да, лишь лот, а слово закончить. То есть ликвидировать. Ликвидировать. Самим стереть зло до конца и уничтожить кровопролитие с лица земли. Да, мять не Адама, с лица земли. Да. Да, ну вот потрясающе совершенно. Это вот, как бы, по-моему, очень интересный вывод. Хорошо, да. Да, человек может говорить, ну а как же, ведь сказано, что больше потопа не будет. Тогда он говорит, а да, потопа не будет, но это означает, что... Это не означает, что Хамаса больше не будет. Хамас будет, и мы это видим. Но, как бы, поскольку Всевышний больше его не стирает, то тогда эта задача на нас, на людях, для того, чтобы его стереть. Вот интересные слова здесь сейчас я хочу только сказать, да. Во-первых, вот мутелит, да. Мутелит – это возложено, правильно? Отсюда слово, например, муталит. Муталит, муталит, муталит. Муталит, муталит, муталит. Да, мутелит, муталит. И муталит, например, та кружка, которая делает мутилат, муталит. Это все слово возложения. Хорошо? Да, и вот еще я хочу сказать слово, да. Лихлот, лихлот. Но только в другом смысле, но тоже. Как сказано, ва яхову шамаем ва артс. Клия – это полная ликвидация. То есть, когда не остается ничего. А вот, да, тут, соответственно, тума. Тума от слова там. Там, да, там. У нас тоже было в каких-то там. Это, в смысле, искренне простой. Но в данном случае тума – это до конца. То есть, там все полностью. Прямая просто линия, больше ничего нет. Да, слово вот это лихлит. Акхада. Акхада – это тоже уничтожение, ликвидация. В общем, как угодно. Я хотел только сказать. Вот эти вот животные, как это по-русски называется, которые находятся под угрозой исчезновения. Есть какое-то одно слово, как это называется? Исчезающие, исчезающие. Исчезающие, животные, да. Ну да, вот. А на иврите называется хайоте басаканатахада. А, ну тоже не одно слово. Да, да, да. Проходится под угрозой уничтожения, да? Окей. Окей. Ну хорошо, мы как бы на этом закончили. Да. Я хотел остановить это самое. Слушай, а есть следующее, по следующей главе? Что ты говоришь? Да, следующее есть. Я уже перевел. Лэхлэхар. Ну ты молодец. А тексты ивритики есть? Да, я поставлю. Да, конечно. Да, да. С этой записи поставлю следующую. Ну хорошо, я закончу только здесь запись. Хорошо.